Привет, друзья! Не знаете, с чего начать в игре RimWorld? В этом видео я изложу все базовые вещи, необходимые новичку, и постараюсь тем самым сэкономить ваше время на освоение этой замечательной игры. Вся информация в видео актуальна для 17-й альфы, но следует понимать, что в будущем могут что-то поменять или добавить, хотя основные концепции вряд ли претерпят существенные изменения. Так что погнали! Итак, что же такое RimWorld и как в него играть? Основное, что следует уяснить, это то, что мы играем в песочницу про строительство и развитие поселения, и вольны сами решать, как будет выглядеть наша игра, как она начинается и когда заканчивается. И именно поэтому с самого начала следует выбрать один из предложенных сценариев. В оригинальной игре их три. Вы начинаете играть одним колонистом с небольшими начальными бонусами. Сценарий «Богатый исследователь». Новичкам не рекомендую. Могут быть некоторые сложности в освоении на начальном этапе. Вы начинаете играть с тремя колонистами. Это классический старт игры. Сценарий «Аварийная посадка». Именно с него я рекомендую начать освоение игры. И третий сценарий. Это «Потерянное племя». Вы начинаете играть с пятью персонажами. За местное племя. Со штрафом на исследование и практически без стартовых технологий. Если хотите разобраться, как играть за племя на максимальной сложности без потерь, получая максимум удовольствия от игры, то жмите по подсказке в углу экрана и переходите в плейлист с моим прохождением. Как только мы определились с нашим стартовым сценарием, следует выбрать, каким образом и с какой интенсивностью будут происходить те или иные события в игре. За это отвечают так называемые рассказчики. В оригинальной игре их три. Кассандра, Фиби и Рэнди. И если последний выдает события совершенно случайным образом, то барышни их преподносят равномерно и с возрастающей стечением игры сложности. Разница в них в том, что у Фиби между событиями проходит больше времени, чем у Кассандры. Я же рекомендую изначально выбирать Кассандру, так как это наиболее сбалансированный рассказчик. Ну и если вы новичок в игре, то выбрать сложность «Легкое испытание» или «Чужбина». Этого достаточно для освоения. Позже, когда вы освоитесь, я все же рекомендую перейти на более высокую сложность, так как только там вы почувствуете всю соль этой замечательной игрушки. После выбора рассказчика останется только создать мир и выбрать место, где стартует ваша колония. Размер карты мира влияет лишь на количество доступных для выбора гексов с игровыми картами и количество поселений разных фракций. Если у вас не очень мощный комп, то значение размера карты можно оставить по умолчанию в 30%. Слайдеры количества осадков и температуры интуитивно понятны и влияют на преобладание тех или иных биомов на создаваемой планете. После создания мира нам останется лишь выбрать место посадки, вручную или случайным образом. Перемещаться по карте можно стандартными WASD и колесиком мышки. Если вы новичок, я все же рекомендую выбрать место самим. Биом лучше взять с умеренными лесами. Также обратить внимание на период роста, круглый год и тип ландшафта, холмы или горы. Это наиболее комфортные условия для освоения игры. Наличие рядом поселений других фракций на данном этапе роли не играет. Имейте в виду только то, что на соседней клетке от какого-либо поселения основать еще одно поселение нельзя. Последнее, что нам предстоит сделать перед началом освоения нового мира, это выбрать нашу команду. Тех людей, с кем вы начнете играть. И далеко не факт, что все из них доживут до конца, даже на средней сложности. Такая уж эта игра. На самом деле, это самый важный момент в игре для новичка. И я рекомендую подойти к выбору вашей команды со всей ответственностью. Даже на максимальной сложности и самых агрессивных биомах во многом от стартового состава зависит то, «Сможете вы затащить партию или нет?» И лучше сейчас потратить 15 минут на подбор колонистов, чем потом слить партию, из-за того, что один умер от сердечного приступа, его питомец-волк психанул и загрыз второго, а третий, все же одолев этого волка, получил заражение от ран и не смог его вылечить, так как не может быть медиком. И, будучи пироманом, психанул и начал поджигать все вокруг, пока не упал без сознания и не сгорел в пожаре, который сам же устроил. И это вполне реальная ситуация. Поэтому, пока вы только осваиваетесь в игре, могу дать следующие рекомендации по выбору стартовых колонистов. Постарайтесь выбирать только тех колонистов, у которых отсутствуют какие-либо модификаторы в Горфе не может, либо если данные модификаторы не окажут существенного влияния на старте. Например, если колонист не может заниматься простой работой, то его не следует брать вообще никогда. Даже когда у вас развитая колония, просто делайте этим аристократам эвтаназию и скармливайте трупы собакам. Данные личности не смогут заниматься уборкой, собирать посевы, рубить деревья и переносить предметы. А рубить лес, собирать плоды или переносить вещи – это основное занятие на старте колонии. Переноской вы вообще будете заниматься существенную часть игры. Но если гражданин не может заниматься творчеством или общаться, то это не так страшно, и можно на такое закрыть глаза. Главное, чтобы хотя бы один из колонистов умел общаться на случай вербовки заключенных в свое поселение. Следующее, на что стоит обратить внимание – это черты характера. Здесь аналогичное правило. Следует избегать негативных модификаторов и стараться брать колонистов только с хорошими или нейтральными модификаторами. Моя универсальная рекомендация – никогда не брать колонистов с повышенным порогом нервного срыва, даже если это дает какие-то бонусы. Например, трейд умник. Хоть он увеличивает скорость обучения навыкам на 80%, также увеличивает на 12% порог нервного срыва, а это очень много. Когда в колонии наступят не самые лучшие времена, такие ребята первыми психанут и могут принести много проблем и бед, как в той истории про сгоревшего пиромана. Также не стоит брать пессимистов и прочих личностей с постоянным минусом к настроению. Особенно сильно подобные черты характера ощущаются на высоких уровнях сложности. Напротив, если у колониста есть трейды, повышающие настроение, например, сангвиник, или снижающий порог нервного срыва, например, уравновешенность, то таких следует рассматривать в первую очередь. Это основная опора вашей колонии в те моменты, когда будет совсем все плохо. Например, если придется кого-то из бывших колонистов употребить в пищу. Возможно, даже в сыром виде. На болоте. Вообще, это очень деликатный процесс, подобрать колониста таким образом, чтобы у него в совокупности был баланс плюсов и минусов по характеристикам. И приходит это только с опытом. Так что не унывайте, если сразу не все будет понятно, а просто играйте и играйте в RimWorld. Поверьте, реиграбельность у этой игры просто колоссальная. Ну и еще, на что стоит обратить внимание, это то, какими навыками обладает колонист и какие из них имеют средний или повышенный интерес. Один и два огонька соответственно. Один огонек – очень хорошо, два – идеально. Это повлияет на то, как быстро колонист будет обучаться конкретному навыку и какую специализацию в будущем обретет. Ведь если на старте игры у вас всего трое человек в поселении, то все будут заниматься всем и понемногу. А по мере увеличения численности населения в колонии возникнет необходимость в узкой специализации. Кроме того, если колонист будет заниматься интересным ему делом, он получит бонус к настроению. Так, на старте крайне желательно иметь хорошего строителя с огоньком. Это одна из ключевых профессий. Строить вы будете всю игру. Вначале стены и табуретки, позже станки и хорошую мель. Также важные навыки, у которых неплохо наролить огоньки на старте – это кулинар и шахтер. Шахтер с огоньком критичен, если вы играете на горной карте. Например, той, которую я рекомендовал. А кулинару нужно как можно скорее получить шестой уровень навыка, чтобы начать готовить вкусные блюда, дающие бонус к настроению. Более того, чем выше уровень навыка, тем больше мяса вы будете получать при разделке животных. И тем реже будете травить своих соплеменников некачественной стряпней. Не менее важный навык на старте – фермерство. Там крайне желательно иметь огонек, либо уже иметь навык в 8 единиц, чтобы сразу же иметь возможность выращивать лечебную траву. Поверьте, медикаменты всегда нужны и всегда быстро и не вовремя заканчиваются. Медицина с огоньком на старте – навык спорный. Тут, если просто есть колонист с восьмым уровнем навыка, это хорошо, но отсутствие такого не критично. Позже вы сможете завербовать медика с огоньком. Падают с неба и приходят такие часто. Восьмой же уровень является пороговым, где шансы на операции прекращают активно расти и становятся равными 90% с обычными медикаментами. Еще два очень важных навыка, которые желательно иметь с огоньком – это ремесло и общение. Однако, минус этого в том, что на старте колонии они мало полезны, а становятся необходимы чуть позже, когда вы начнете активно вербовать заключенных и массово шить хорошую одежду, делать качественную броню и вооружение. Поэтому, если удастся заролить колониста с огоньком на ремесле или общении – хорошо, а нет, то не критично. В колонии рано или поздно такие появятся. Проверено. Боевые навыки на старте не так критичны, как может показаться на первый взгляд. Стрелок с двойкой от стрелка с девяткой слабо отличаются, так как есть еще куча факторов, влияющих на точность стрельбы. Да и в первое время вам будет совершенно не до этого. Умственный труд также ситуативен. Технологии открываются достаточно быстро, даже колонистами с низким навыком науки, если, конечно, вы не за племя играете. Ну и ученого также можно позже завербовать. Животноводство и искусство – навыки второстепенные и совершенно не нужны на старте. Крайне желательно на старте в команде иметь навыки строителя, шахтера и повара с огоньками у разных колонистов. Фермерство с восьмым уровнем навыка, а также медицину, близкую к восьмерке или выше. Огоньки на ремесле, общении и исследовании желательны, но не критичны. Стрельбу чем выше, тем лучше, но также не критично. Про искусство и животноводство на первое время можете забыть, они вам наверняка пригодятся не скоро. В большинстве случаев один или два огонька гораздо лучше на перспективу, чем уже имеющийся навык 8 или 10 пунктов. Обязательно это учитывайте, когда формируете свою команду. Ну и всегда помните, что пока у вас мало людей, к вам будут идти поселенцы, которые смогут как улучшить ситуацию по навыкам, так и оставить ее без изменений. Поэтому так важно иметь сильный костяк изначальных колонистов, которые не психанут, когда не надо, и всегда смогут отстроить колонию после разорения. А узкие специалисты, такие как животновод или скульптор, всегда могут быть завербованы или прокачаны позже, когда жизнь в колонии стабилизируется. Позже, когда вы хорошо освоите игру, стартовый состав уже будет играть гораздо меньше роли для успеха в партии. Я, например, всегда играю случайным составом, это гораздо интереснее. Но для такой игры нужно хорошо знать ее механику и некоторые фишки. У меня, кстати, есть видео о 15 фишках в игре RimWorld. Посмотреть его можно, нажав на подсказку в углу экрана. Ну и пару слов о возрасте и болячках. В общем случае, чем выше возраст колониста, тем лучше у него прокачаны навыки, и тем больше у него болячек. Болячки могут быть серьезными, такими как больная спина и слабость, а могут быть просто шрамами, немного болеть и давать минус к настроению. Из моего опыта, самыми лучшими колонистами для старта будут лица без родственных связей, без негативных навыков и болезней, примерно 40 лет, с огоньками в навыках, равномерно распределенных между всеми, и не перекрывающих друг друга в важной работе. Например, сочетание строителей шахтера или строителей повара – плохая идея, потому что вам постоянно нужно строить, копать и готовить. Теперь перейдем к самому игровому процессу. Я постараюсь кратко, но емко описать основную суть игры. У ваших колонистов есть некоторые потребности, и есть настроения, на которые влияет удовлетворенность потребностями. Так, если какая-то потребность не будет удовлетворена, то поселениц начнет испытывать недовольство по этому поводу, и настроение начнет падать. И если настроение упадет достаточно сильно, то у колониста появляется вероятность нервного срыва, и он в конечном итоге сорвется, и, в зависимости от степени тяжести срыва, начнет либо в ярости бить всех вокруг, либо просто растерянно бродить, либо что-то еще. Разных срывов в игре много, и доводить поселенцев до них крайне нежелательно. Во время срывов они неуправляемы и могут доставить кучу проблем. Именно поэтому я не рекомендовал брать в колонию людей с повышенным порогом нервного срыва. Из всего этого следует, что вашей основной задачей в игре является обеспечение потребностей колонистов через развитие вашей колонии и отражение атак на вашу колонию тех, кто захочет вас слегка ограбить или уничтожить, по мере того, как ваша колония будет становиться все богаче и богаче. Основные потребности, влияющие на настроение, это еда, сон и развлечение. Второстепенные – это простор, красота окружения и комфорт. Степень удовлетворенности этими потребностями можно посмотреть во вкладке «Нужды» по интересующему персонажу. Аналогично можно посмотреть информацию по каждому объекту, с которым взаимодействует персонаж. Например, вкусное блюдо восполняет голод и поднимает настроение, а хорошие кровати и кресла неплохо повышают комфорт. Также на настроение могут влиять и внешние факторы, например, рваная одежда, наличие питомца, болезни, посещение вечеринки и прочее. Теперь давайте вкратце рассмотрим основные возможности, доступные для развития колонии в игре с самого начала на сценарии «Аварийная посадка». Как только начинается партия, нам доступны трое колонистов, некоторое количество ресурсов и вооружение, а также случайный питомец. В первую очередь следует осмотреть карту и выбрать место, откуда вы будете начинать развитие вашего поселения. Для освоения игры лучшим местом будет то, где есть плодородная почва, рядом находится гора, желательно с наблюдаемой сталью, и геотермальный источник для будущей энергетики. Также будет неплохо, если в таком месте присутствует уже готовая постройка, которую можно захватить. Но это скорее просто небольшой бонус. Итак, если вы определились с местом, можно начинать размечать первый склад и перетаскивать туда все доступные стартовые ресурсы, стройматериалы, еду и так далее. Не забудьте только вооружить ваших колонистов доступной винтовкой, пистолетом и ножом. Дважды щелкнув по ресурсу, мы можем выбрать все доступные ресурсы в области видимости. Изначально нам необходимо снять запрет на переноску, выделив ресурс и нажав на иконку запрета или клавишу F. В меню проекты во вкладке области находятся все доступные в игре области. Складские, область посадок, область крыши, область без крыши, домашняя зона и зона доступа. Этими инструментами вы будете пользоваться постоянно. По умолчанию вокруг всех построек автоматически размечается область домашней зоны, но это можно отключить в правом нижнем углу, нажав на иконку домика, и размечать домашнюю зону вручную. Чаще это более полезно, чем автоматическая разметка. В пределах домашней зоны поселенцы будут убирать мусор, чинить поломки и тушить пожары. Изначально склад можно сделать около горы, на расстоянии не далее, чем 6 клеток. Дело тут в том, что большинство ресурсов, лежащие под открытым небом, начинает быстро портиться. Чтобы этого избежать, достаточно соорудить крышу над ними, а крышу можно строить только на 6 клеток от опоры. Поэтому сразу над складом следует разметить зону крыши, чтобы строитель начал ее возводить, пока остальные перетаскивают ресурсы на склад. Если горы рядом нет, то можно просто поставить несколько деревянных опор на границе склада и сделать над ними крышу. Теперь, когда крыша готова, а колонисты переносят ресурсы на склад, пора начинать возводить наше первое здание. В нем колонисты проведут первые ночи, а позже это станет нашей общей комнатой, где колонисты будут кушать, отдыхать и собираться. В меню проекты во вкладке «Постройка» мы найдем стены и двери. Наша задача сейчас построить первичное жилище, поэтому сгодится и дерево. Позже все следует перестроить на камень, так как он ощутимо прочнее и не горит. Первую комнату можно сделать небольшой, например, 6х6 клеток внутри, поставить дверь. Как только строитель закончит стены и крышу, следует построить три деревянных кровати, чтобы поселенцы не спали на земле и не получали дебаф от этого. Вся мебель находится в меню проекта во вкладке «Мебель». После кроватей строится маленький стол и несколько табуреток около него, чтобы колонисты обедали за столом и не получали дебаф от еды на земле. Также следует построить факел внутри. Свет необходим во всех помещениях, где колонисты будут проводить много времени. Ну и обязательно поставьте около входа в дом деревянный колушек для метания подков и с вкладкой развлечений. Так колонисты будут отдыхать. Также можете указать спальное место для своего питомца, чтобы он не спал, где попало. На этом постройка базы для развития колонии готова. Поселенцам есть где спать, где есть, где отдыхать. Да, пускай это пока что общий барак, но на данный момент есть дела поважнее, чем отдельное жилье. Ну и первые несколько дней у поселенцев есть баф оптимизма нового поселения, так что потерпят. А если вам вдруг будет не хватать каких-то ресурсов, вы всегда можете отправить шахтера накопать стали или отдать приказ нарубить древесины. Все это находится во вкладке приказов. Далее нам необходимо обеспечить производство и хранение еды, так как стартовые сухпайки скоро закончатся. Для этого обычно строят кухню и холодильник рядом со столовой. Их для начала также можно сделать небольшими, например, 4 на 6 клеток. Холодильник впоследствии можно увеличить или поставить дополнительный. Конечно, готовить еду можно и под открытым небом, и на костре, но любое производство вне помещения будет идти со штрафом, в том числе и готовка. Поэтому лучше сразу сделать помещение под это и ставить нормальную плиту. Холодильник же нужен для того, чтобы создать в помещении минусовую температуру. При такой температуре продукты перестают портиться, и еду можно хранить очень долго. Но в первую очередь вам необходимо обеспечить поселение электроэнергии. На первых порах вам хватит одной солнечной панели и аккумулятора. В последствии же можно просто увеличивать выработку энергии, строя новые панели, ветряки или геотермальные станции, и ставить дополнительные аккумуляторы. Однако, чтобы построить все это, вам, помимо стали, понадобятся компоненты. Их можно нарыть в залежах деталей шахтером, либо найти на карте обломки корабля и разобрать их, отдав соответствующий приказ, так как то, что у вас есть на старте, также быстро закончится. В будущем компоненты можно будет получать при разборке поверженных механоидов, покупать у торговцев или изготавливать самим из стали на предназначенном для этого станке. Построив солнечную панель и аккумулятор, соедините их кабелем, который также находится во вкладке «Энергия». Так как аккумуляторы сильно снижают привлекательность, лучше располагать их в отдельном помещении, с легким доступом туда на случай тушения пожара. Аккумуляторы могут взрываться. Теперь осталось только построить кондиционер из вкладки «Температура» с синей стороной внутрь холодильника и соединить его с энергосетью. Не забудьте только выставить минусовую температуру, чтобы он начал охлаждать с синей стороны и выводить тепло на улицу с красной. Ничего сложного. Теперь при наведении курсора поверх холодильника мы увидим в углу информацию о температуре внутри. Если там минус, то все окей. Разметив внутри этого помещения склад, зайдите в его настройки и запретите хранение всего. Далее найдите вкладку «Продовольствие» и выделите ее. То же самое нужно сделать во вкладке «Трупов» на тушах животных. Аналогичным образом настраиваются любые склады. Также можно указать приоритет у склада. Так, если указан максимальный приоритет, то отмеченные вещи, ресурсы или продукты вначале понесут туда, а только потом на склады с менее высоким приоритетом. Вообще, в первую очередь в холодильнике следует хранить скоропортящиеся продукты, такие как туши животных, мясо и готовые блюда. Растительные продукты можно хранить на обычном складе под крышей, либо сделать отдельный склад под них. Финальным штрихом в производстве еды будет установка электроплиты и разделочного стола в кухонном помещении. На столе вы сможете разделывать туши животных, а на плите готовить блюда. Механика производства на станках и столах в игре работает следующим образом. Выделив нужный станок, мы заходим во вкладку заданий и добавляем нужное нам задание. После этого колонист, который назначен заниматься данной работой, пойдет к станку и будет выполнять указанное задание. Мы даем задание готовить простое блюдо. Повар идет и готовит. Следует обратить внимание на то, каким образом настроено конкретное задание. Так, зайдя во вкладку деталей простого блюда, мы можем выбрать повторять до и установить значение в 15, ограничить радиус поиска ингредиентов, чтобы повар не бегал через всю карту за ними и указать, из каких продуктов будут делаться блюда и куда повар будет складывать готовые блюда – на пол или на склад. Теперь повар будет делать простые блюда из растительных ингредиентов до тех пор, пока их не будет 15 на складе. Как только их станет меньше, он вернется к работе. Аналогичным образом настраивается любое производство в игре. На разделочном столе в разделке туш можно поставить бесконечно и ограничить радиус поиска, чтобы повар разделывал на мясо все туши, которые приносят в холодильник. Если у вас есть кулинар с навыком 6 и выше и есть животные и растительные ингредиенты, то готовить лучше вкусные блюда. Они дают бонус к настроению. Именно поэтому я рекомендовал взять изначально кулинара с огоньком. Он на простых блюдах сможет очень быстро получить 6 уровень кулинарии и перейти к приготовлению вкусных блюд. В среднем один колонист съедает 2 блюда в сутки, поэтому готовить вам придется много и часто. И очень скоро повар будет занят настолько, что целый день будет разделывать туши или готовить блюда. И кстати, не забывайте делать табуретки, стулья или кресла около станков в том месте, где колонисты работают, чтобы показатель комфорта у них был на должном уровне. Также следует ставить лампы, чтобы было светло. В потемках будет дебаф на настроение, делать покрытие, минимум деревянный паркет и поставить несколько цветочных горшков. Таким образом мы улучшим красоту окружения, сделаем светлую и уютную комнату или мастерскую. Это правило распространяется на все помещения, где присутствуют колонисты. Ну а горшки с цветами и паркет – это самый дешевый способ улучшить красоту окружения. Ее, кстати, можно посмотреть, нажав на иконку отображения параметров окружения в правом нижнем углу экрана и наведя курсор поверх помещения. В некрасивом и грязном помещении у колонистов всегда будет дебаф на настроение. Напротив, в просторном, красивом и чистом помещении они будут получать бонус к настроению. Не забывайте об этом и всегда старайтесь сделать так, чтобы колонисты были довольны. Это ключ к успеху любой колонии и основа выживания на максимальной сложности. И именно поэтому выгодно совмещать столовую и комнату отдыха. Колонист, поев в красивой столовой и тут же отдохнув в ней, получит два бафа. Красивая столовая и красивая комната отдыха. И несколько слов о фастфуде в мире RimWorld. Если у вас появятся реальные проблемы с едой, либо вы не хотите, чтобы повар готовил, а занимался чем-то полезным вместо этого, то можете поставить дозатор пасты. Работает он следующим образом. Загрузочные воронки, поставленные вплотную к дозатору, выступают в качестве складов для продуктов. Не забудьте только проверить, что там максимальный приоритет. Голодный колонист подходит к дозатору, берет из него пасту, а из воронки вычитается 6 единиц продукта. Итого затраты составляют 6 вместо 10 единиц изначального сырья на блюда. Питательность у пасты такая же, как у блюд, однако они дают минус к настроению, и в этом их недостаток. Из достоинств время на приготовление блюд не тратится вообще, да и пасту можно навынимать заранее, если использовать некоторую хитрость. После того, как производство блюд налажено, вам останется только разметить территорию подпосадки, желательно на ближайшей плодородной почве, посадить рис и получить стабильный поток растительных ингредиентов. На животных можно периодически охотиться, пополняя запасы мяса, чтобы у вас всегда были вкусные блюда. Но если вы охотиться не планируете, или живности в округе нет, то поле риса размером 4 на 4 на плодородной почве, или 5 на 4 на обычной, вполне прокормит одного колониста, если из этого делать простые блюда. На трех человек достаточно 3 таких поля. И не забудьте засеять небольшой участок целебным корнем, если у вас, конечно, есть колонист, навыком фермера 8 и более. А он у вас по-любому есть, если вы прислушались к моим рекомендациям по выбору стартовой команды. Ну и последнее, что нужно сделать молодой колонии, это обустроить свою защиту. Первое и самое очевидное – стена вокруг базы. Изначально это может быть обычная деревянная стена, окружающая некоторую территорию. Как правило, деревьев на карте много, за исключением экстремальных биомов. Деревянная стена возводится очень быстро, поэтому окружить ей некоторый периметр труда не составит. Идея тут заключается в том, чтобы основной вход в свою базу оставить только с одной стороны и сфокусировать оборону в одной точке, а не размазывать ее по всей базе, снижая эффективность. Как только периметр будет готов, можно расставить несколько стальных капканов у входа. Не забывайте только сделать дополнительный выход, иначе сами можете угодить в свои же капканы. После этого можно ставить стол для резки камня, а рядом с камнерезной мастерской организовать два склада – с обломками камня и с готовыми блоками. Как правило, обломков в округе достаточно, поэтому можно смело отдавать приказ об их переноске и выставить на станке приказ о бесконечном производстве любых каменных блоков. Не забывайте только ограничить радиус поиска, иначе каменщик со временем пойдет через всю карту за обломками. Также обломки можно добыть в горе, отдав приказ копать. После того, как у вас появятся первые каменные блоки, можно начинать возводить каменную стену вокруг своей базы по аналогичному правилу с единственным свободным входом на базу. Каменные стены не горят и имеют гораздо больше прочности. Рядом со входом можно сосредоточить основную оборону – турели, капканы, огневые позиции с мешками. Многие в качестве основного оборонительного рубежа строят открытые площадки с турелями – так называемые киллбоксы – коробки смерти. А подход к ним делают в форме узких коридоров с капканами. Враги вначале проходят по капканам, а те, кто выжил, попадают под обстрел турелей и обороняющихся. Это одна из самых эффективных тактик обороны, потому и популярна. Также эффективно себя показывают обычные укрытия в виде столбов и мешки рядом с ними. Колонисты, стоящие за такими укрытиями, получают хороший бонус к обороне, и шанс попасть по ним ощутимо падает. Вообще, от альфы к альфе поведение противника подвергается ребалансу, поэтому однозначного ответа на то, какая оборона будет наиболее эффективной, дать нельзя. Вчера все обузили двери, сегодня это не работает. Сегодня эффективно одно, завтра может быть уже другое. Поэтому в рекомендации даются общего плана, которые будут эффективны всегда. Экспериментируйте и находите наиболее удобные способы для себя. После того, как налажено производство еды и сделана первичная оборона, а каменные блоки для стены еще только производятся, можно начинать строить отдельные комнаты колонистам. На первое время вполне хватит деревянных комнат размером 3х4. В будущем, когда колония разрастется, комнаты можно сделать каменными и большего размера. Комнаты одной стороной могут быть частью стены. В остальном же там действуют такие же правила, как и везде. Необходимо покрытие, пара цветочных горшков, деревянная кровать. В теплых биомах обогрев можно не делать, освещение также не обязательно. Качество кровати будет влиять на то, как быстро колонист отдыхает. Эффективность отдыха можно посмотреть на инфо-вкладке кровати. Если колонисты образуют пару, то им следует поставить двойную кровать, чтобы они получали плюс к настроению от того, что живут вместе. Размер же комнаты напрямую влияет на модификатор простора колониста. Если помещение будет слишком маленьким, то появится дебаф от тесноты. Если просторным, то наоборот, бонус настроения от простора. Комнаты 3х4 не дают плюсов или минусов, поэтому хорошо подходят для начала. Тут стоит обратить внимание на вкладку ограничения. Там вы можете выставить распорядок дня для каждого колониста и доступную для него область. Области полезно делать, если вы не хотите, чтобы колонист выходил за определенные пределы. Например, можно запретить всем, кроме психопата, ходить в помещение для разделки людей, чтобы не получать там дебаф от увиденных трупов. Цветом в графе расписания обозначено то, чем принудительно будет заниматься колонист. Свои дела или серое – это действия по умолчанию. Колонист будет заниматься тем, что считает нужным в данный момент. Это наиболее подходящее расписание для начала – сон и свои дела. Зеленым обозначается работа. Принудительно заставить поселенца заниматься именно работой в выбранный промежуток времени. Порой бывает необходимо заставить колонистов как следует попотеть, в ущерб всему остальному. Розовый отдых заставит колониста принудительно пойти развлекаться с палочкой, покатать шары, попялик в ящик или заняться любым другим развлечением. Ну а темно-синий сон говорит колонистам о том, что пора идти спать. Также к этому времени следует сделать точную настройку во вкладке «Работа», нажав на соответствующую иконку. Хотя это можно делать и на старте партии. Смысл там прост. Приоритет выполнения работ ранжируется слева направо и от единицы до четверки. От высокого к низкому соответственно. Вариант расстановки приоритетов может быть следующим. Максимальный приоритет единицы, то есть, ставятся на пожарном, пациенте, отдыхе и операторе. Тройки ставятся на переноски, четверки на уборке. Остальное убираем. Это общая настройка для всех колонистов. Первым делом они будут тушить огонь, затем пойдут лечиться, если ранены. Далее отдыхать, если устали. Ну и если все нормально, то первым делом переключат выключатель. Когда им нечем больше заняться, они постараются заняться переноской. Если носить нечего, то займутся уборкой. Далее мы выставляем двойки в зависимости от специализации. Строителю двойку на строительство, повару на готовку, шахтеру на шахтерство и так далее. Если конкретный колонист занимается несколькими видами работ, то двойку ставим у нескольких. Например, если шахтер и фермер два в одном, то установка двоек на шахтерство и фермерство будет работать так, что вначале колонист займется фермерством и только потом шахтерством, потому что фермерство левее. Но если на фермерство поставить три, а на шахтера два, то вначале будет шахтерство, а только потом фермерство. Отдельно стоит поговорить о группе садовод. Этот вид работ относится к простой работе и отвечает за сбор урожая и рубку деревьев. Поначалу, когда вам надо много деревьев, можно у всех поставить там высокий приоритет, а когда вырубят лес, то приоритет понизить или убрать вовсе, оставив его только у фермера. Кузнец, портной и ремесло в 17-й альфе зависят от одного навыка – ремесло. Поэтому, если колонист будет ковать оружие, шить одежду или делать компоненты, то прокачиваться будет именно навык ремесла. Имейте это в виду, когда будете прокачивать ваших ремесленников. Хорошо прокаченный навык ремесла позволит изготавливать качественное оружие, броню и одежду. Так что если у вас всего один ремесленник, то все три группы поставьте с одинаковым приоритетом. Из оставшихся навыков надзор отвечает за взаимодействие с заключенными, животноводство – за дрессировку и приручение животных, стрижку шерсти и сбор молока, охотник – за автоматическую охоту, хотя я рекомендую охотиться вручную, через боевой режим. Художник будет делать статую, а ученые изучать технологии за научным столом. В определенный момент вы захотите начать исследование технологий, чтобы получить доступ к новым постройкам и возможностям. Для этого вам придется поставить простой стол для исследований, однако после открытия основ микроэлектроники появится возможность поставить высокотехнологичный стол для исследований, который позволяет изучать более совершенные технологии и повышает скорость исследований, но для своей работы он требует электричества. Также необходимая вещь для исследований – это мультианализатор. Размещенный рядом с высокотехнологичным исследовательским столом, он также слегка повышает скорость исследований и позволяет изучать самые совершенные технологии. Чтобы начать исследование, просто выберите во вкладке технологии нужную вам технологию, а во вкладке работа назначьте кого-то ученым, поставив единичку в графе ученый. Не забывайте, вы можете поставить столько столов, сколько вам надо. Прогресс от нескольких столов суммируется и технологии открываются быстрее. Когда вы наладите быт, настанет пора позаботиться о производстве. Основное, что вы будете производить, это одежда, броня, оружие, снаряды для минометов и компоненты. Все это производится на соответствующих станках. Для одежды вам понадобятся шкуры животных, шерсть, либо один из типов тканей. Самая лучшая по броне одежда из доступного получается из дьявола ткани, собираемой с дьявола нитника. Чем раньше вы начнете ее производить, тем лучше. Из верхней одежды предпочтительнее плащи. Они защищают все части тела от повреждений и дают защиту от тепла и холода одновременно. Не забывайте про ковбойские шляпы, они повышают социальный навык и слегка охлаждают. Производить одежду необходимо, так как она изнашивается. Изношенная одежда дает минус к настроению и имеет плохие показатели защиты. Одежда, снятая с трупов, также дает минус к настроению и поэтому носить ее не лучшее занятие. В большинстве случаев лучше сделать тунику на рабочем месте из подручных шкур и носить ее, чем носить рваную одежду или одежду с трупа. Обычную броню также следует начать делать как можно раньше. Защита крайне важна в боях. Силовая же броня является лучшей по показателям и защищает все части тела. Ее следует производить и одевать сразу, как появится возможность. Оружие имеет смысл делать тогда, когда у вас наблюдается его нехватка. Например, если у вас нет автоматов, то можно их сделать на верстаке. Ведь далеко не факт, что у вас получится отнять их у пиратов и не факт, что они будут целыми или качественными. Автомат – это наиболее универсальное оружие в игре. Он обладает хорошей точностью, отличной дистанцией стрельбы и хорошим средним уроном. Также вам может пригодиться снайперская винтовка. Если у вас нет хотя бы одной, то имеет смысл сделать ее на верстаке. Всю изношенную одежду и поломанное оружие можно продать торговцам и выручить немного денег за это. Именно поэтому в поздней игре выращивание дьявола нитника и производство одежды из дьявола ткани становится прибыльным бизнесом. Ваши колонисты при правильно настроенных политиках гардероба будут сами одевать лучшую по качеству одежду, а все, что их не устраивает, останется лежать на складах. Вот этот излишек на складах и продается торговцам, делая вас богаче. Кстати, о настройках гардероба. По мере прокачки ремесленника и появления у вас все более качественной одежды, политики гардероба можно выставить примерно следующим образом. Заходим во вкладку назначения, там выбираем, например, политику worker для рабочего, жмем изменить. Целостность ставим от 60 до 100, качество от 0 до 5. Ниже выбираем ту одежду, которую будет носить колонист. Теперь колонисты будут носить только указанную одежду качеством от нормально до легендарно и прочностью от 60 до 100. Если прочность упадет ниже 60, либо на складе появится более качественная одежда, колонист сам снимет или поменяет не устраивающую его одежду. Очень удобно. Опланку качества и изношенности можно постепенно повышать, померяя роста навыка у портного. Конвейер по производству одежды обеспечит вас хорошими вещами и стабильным заработком, не забывайте об этом. Современный Китай занимается тем же самым и является второй экономикой мира. Выгоднее только печатать баксы, но видео не про это. Когда у вас налажено первое производство, необходимо организовать сбыт товаров. Конечно, вы всегда можете просто дождаться каравана из дружеского поселения и продать излишки им. Но караван не всегда бывает нужного типа и не всегда покупает то, что вы хотите продать. Исключение составляют только статуи. Их покупают все типы торговцев, но об этом позже. Тут на помощь нам придет консоль связи и торговый маяк. Данные приспособы позволяют, во-первых, выходить на связь с другими фракциями, давать им в дар серебро в обмен на репутацию и просить военной помощи или делать запрос на караван. А во-вторых, с помощью консоли связи и торгового маяка вы можете торговать с космическими кораблями, пролетающими мимо планеты. Денег у этих ребят больше и ассортимент товаров гораздо шире по сравнению с обычными караванами. Минус только в том, что они появляются случайным образом и на небольшой промежуток времени. Чтобы торговать с космическими торговцами, у вас должен быть торговый маяк со складом в зоне его действия, на котором находятся продаваемые товары или серебро, если вы собираетесь что-то купить. Если у вас накопилось действительно много товаров, а торговцев нет, то можно вызвать караван из дружественного поселения и продать излишек им. Караван будет идти до вас ровно два дня. Имейте в виду, что вызов стоит денег. Однако, если отношения с фракцией достигают 40 единиц, стоимость вызова каравана снижается. Караван можно вызывать каждые четыре дня. Другим способом продать излишки является формирование и отправка собственного каравана в дружественное поселение. Изначально через вкладку «Разные» установите место формирования каравана недалеко от склада, затем через вкладку «Мир» перейдите на экран планеты. Далее просто выберите собственное поселение и нажмите снарядить караван. Караван в пути нуждается в еде, поэтому вам нужно точно знать, сколько времени идти до ближайшего поселения. Для этого в правом нижнем углу выберите инструмент времени пути и замерите расстояние между вашим поселением и тем, с кем вы хотите торговать. Зная, сколько времени займет путь, умножайте его на два для обратной дороги. Настолько времени вам нужно будет взять с собой еды. Учитывайте, однако, что еда будет портиться в дороге. Если вы хотите долго путешествовать, то вам необходимо брать с собой сухие пайки, они не портятся. Выберите людей, кто пойдет в поход, вещи, которые они понесут, снабдите караван едой и укажите точку выхода по направлению от вашего поселения до целевого. Если у вас есть муфало или верблюда, они могут выступать в качестве переносчиков и вы сможете унести намного больше с собой, иначе же вы будете ограничены лишь тем весом, который способны унести ваши люди, формирующие караван. Когда караван будет сформирован и окажется на глобальной карте, просто выберите его и отправьте торговать, нажав на посетить поселение. Имейте в виду, что по дорогам караван движется ощутимо быстрее и нужды остаются у поселенцев те, какие есть в обычном режиме. Голод, отдых, тепло и так далее. Как только караван доберется до дружественного поселения, вы можете начать с ним торговлю. Не забывайте только, что серебро также имеет вес. Во время похода на вас могут напасть пираты или животные-людоеды. Поэтому, снаряжая караван, будьте готовы к тому, что свой груз придется охранять и отбиваться от врага. RimWorld – игра непостоянная. Точно так же непостоянна и здоровье ваших колонистов. В любой момент в колонии может вспыхнуть эпидемия, либо колонист может получить ранение в перестрелке или драке. Если колонисту будет требоваться медицинская помощь, то на экране появится уведомление об этом. Чтобы оказать медпомощь, у вас должна быть кровать, назначенная медицинской, и доктор, который будет оказывать эту помощь. Конечно, болезни и раны можно лечить мочой и слюнями, но лучше все-таки использовать для этого, как минимум, целебные травы. А еще лучше нормальные медикаменты. Их, кстати, можно производить в нарколаборатории. Но для этого вам понадобится нейтрамин, который можно только купить. Также с 17-ой альфы можно лечить самого себя, но нужно выбрать соответствующую опцию. Качество такого лечения будет хуже. Передовые медикаменты можно купить или отжать, производить их нельзя. Но главная фишка у них не в том, что они редкие и дорогие, а в том, что ими можно безопасно проводить операции даже плохим медикам. Передовые аптечки более чем в два раза лучше обычных по медицинскому потенциалу. Подводя под медикаментами черту, можно сказать следующее. Все обычные ранения можно вылечить с помощью трав, хотя, если лечить будет плохой врач, то можно получить заражение, потому что качество лечения будет низким. Как будет возможность, начинайте производить обычные аптечки и лечите ими. Операции желательно всегда делать передовыми медикаментами, так как у них базовый шанс на успешный исход максимален, и даже плохой медик с навыком в три с большим шансом проведет успешную операцию. Хотя, таким медикам лучше все же не лечить и прокачать его на синяках и порезах, ну или делая автаназии животным. Теперь несколько слов о медблоке. Чем чище ваша палата, тем выше шанс на успешную операцию. Поэтому при первой возможности постарайтесь покрыть пол стерильной плиткой и содержать палату в чистоте. В игре есть специализированные больничные кровати. Они сильнее повышают скорость иммунизации, чем обычные кровати, и качество лечения на больничных кроватях выше. Еще немного помогут поднять скорость иммунизации и качество лечения установлены рядом с кроватями мониторы жизненных показателей. На одну кровать может действовать только один монитор. Монитор же действует на все соседние с ним кровати, максимум на 8. Скорость иммунизации отвечает за то, как быстро во время болезней и заражений будет вырабатываться иммунитет. А лечение медикаментами снижает скорость прогрессирования болезни. Чем лучше медикаменты и выше навык медика, тем качественнее будет лечение, и тем медленнее будет развиваться болезнь или заражение. Поэтому, если половина колонии отхватила грипп, то пусть себе лежат на медкроватях в больнице и вырабатывают иммунитет. Их вполне может пролечить средней паршивости доктор, даже травами. И они поправятся. Тюрьма в игре – это отличный способ получать в свою колонию только тех людей, кто вам подходит. Как я уже говорил, всяких нервных аристократов, которые не могут в простую работу, следует скармливать собакам. А вот среди налетчиков порой попадаются действительно качественные кадры. Вот таких ребят и надо в первую очередь захватывать. А для этого нужно построить тюрьму. Тюрьма – это обычная комната с выбранной опцией у кровати для заключенных. Если у вас есть такая комната и есть сраженный, но живой противник, то вы можете захватить его, выбрав соответствующий пункт в выпадающем меню. После того, как противник будет захвачен, не забудьте его вылечить. Если вы хотите вербовать его в свои ряды, то лечите нормальными медикаментами и не забудьте на вкладке «Узник» у заключенного выбрать соответствующий пункт о вербовке. Вербовать заключенного и носить ему еду будет колонист, назначенный надсмотрщиком. Это опция «Надзор» во вкладке «Работа». Заключенный вербуется с некоторым шансом, шансы невысокие. Поэтому не расстраивайтесь, если с первого раза не получилось. На заключенных действуют те же правила по настроению, что и на ваших колонистов. Однако заключенные не нуждаются в развлечениях. Так что постарайтесь держать их настроение на уровне, иначе они очень скоро устроят побег и придется их ловить. Если заключенного отпустить, и он благополучно вернется домой, то у вас повысится отношение с его фракцией. Также заключенного можно казнить, вырезать у него органы, либо продать работорговцам. Но это не лучшим образом скажется на настроении ваших колонистов, имейте в виду. Ну и посадить в тюрьму можно своего буйного колониста, выбрав опцию «Арестовать». После ареста просто выпустите его, и он успокоится. Однако, это дает дебаф на настроение арестованного. И последнее, о чем бы я хотел рассказать, это теплица и красота. В некоторых биомах невозможно выращивать растения круглый год, поэтому колонисты могут построить теплицу. Теплица – это специальное закрытое помещение, в котором установлена лампа дневного света, и в котором поддерживается постоянная температура. Растения под светом такой лампы начинают расти, как от обычного дневного света. Имейте только в виду, что растения тоже люди и ночью хотят спать. Поэтому лампы дневного света ночью отключаются для экономии энергии, так как растения в это время все равно не растут. Более эффективный способ собирать урожай – это выращивать его на гидропонных столах. Скорость роста на них ощутимо выше, чем даже на плодородной почве. Однако, вы далеко не все можете на них выращивать, и также они требуют электроэнергии для своей работы. Такие гидропонные теплицы – единственный способ выращивать еду в агрессивных биомах, например, на леднике, либо если база находится в горе. Хотя, сильно закапываться в горы я бы не рекомендовал. В тех местах, где находится толстый потолок, всегда есть шанс того, что появится колония жуков. Ну и отдельного внимания заслуживает красота колонии. По мере вашего развития у вас будет накапливаться богатство, и появится свободное время и ресурсы. Поэтому можно будет озаботиться тем, чтобы начать делать скульптуры и ковровое покрытие на полах. И то, и другое повышает красоту помещения и требует просто кучи ресурсов. Для ковров понадобится очень много ткани, а скульптуры можно делать из любого строительного материала. Более того, если в вашем биоме много дерева, вы можете достаточно рано начать производить деревянные скульптуры и прокачать своего скульптора. А получившиеся шедевры продать, либо установить у себя в комнатах, сделав колонистов немного счастливее. Надеюсь, это видео было вам полезным. Теперь вы без особых проблем сможете начать играть в RimWorld, а если в каких-то моментах возникнут вопросы, то всегда можете вернуться к нему и посмотреть вновь. Под видео я оставлю тайм-коды, по которым вы сможете сразу перейти к нужному разделу руководства. Ну а если ответов на ваши вопросы в видео нет, то всегда можете задать их в комментариях, и я обязательно постараюсь на них ответить. Также вы можете подписаться на мой игровой канал, чтобы не пропустить новых видео по RimWorld и по другим играм, о которых я захочу рассказать. На этом я буду прощаться. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!